В эфире БукТВ. Итоги недели. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, а что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Взгляд на настоящее – шаг в будущее. Лозунг переписи населения 2019 года. Впервые жителям Беларуси предлагают три способа переписи. Самостоятельно через интернет, на стационарном участке и на дому. Они строят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения. Их неустанная творческая работа на благо страны и ее граждан дарит людям радость новоселья, делает жизнь комфортнее. Работники строительной отрасли отмечают профессиональный праздник. В Брестской области на начало августа зарегистрировано 53 случая травмирования несовершеннолетних, из них 28 случаев с летальным исходом. Фатальная беспечность взрослых или отсутствие страха у детей – тему изучала Ирина Альшова. Об этих событиях и не только о них прямо сейчас. Взгляд на настоящее – шаг в будущее. Под таким лозунгом в 2019 году в Беларуси пройдет очередная перепись населения. Третья в истории суверенной Беларуси крупная статистическая компания призвана определить основные демографические тенденции развития государства и стать базисом для социальных прогнозов и государственных программ. Какова численность персонала, привлеченного к реализации этой грандиозной кампании на Брещене? Как узнать регистратора или переписчика? Какие новшества приготовили для респондентов организаторы? С этими вопросами наш корреспондент Ирина Альшова отправилась в главное статуправление Брестской области. Заместитель начальника главного статистического управления Наталья Томышева о переписной кампании знает все. Десять лет назад, в 2009-м, она уже организовывала и курировала перепись населения в Брестской области. Сегодня вместе с коллегами из отдела демографической статистики они проводят ряд подготовительных мероприятий. Современные информационные технологии диктуют свои особенности, которые коснутся и будущей переписи. Во-первых, это то, что мы отказались полностью от бумажных носителей. Второе, то, что у нас будет, помимо традиционных методов опроса, еще и интернет-перепись. Это когда респондент самостоятельно может переписаться сам и переписать свою семью. Также в программу перепись будет включена блок вопроса по сельскохозяйственной переписи. Вообще, сельскохозяйственная перепись в Республике Беларусь не проводилась ни разу. Основной целью сельскохозяйственной переписи – это получение данных для корректного расчета выпуска сельскохозяйственной продукции населения, а также оценить вклад хозяйств населения в продовольственную безопасность страны. Первыми за работу в рамках переписной кампании возьмутся регистраторы. Только в Бресте их будет 190 человек. За 19 рабочих дней ноября нынешнего года регистраторам предстоит проверить адресное хозяйство города над Бугом на 26 участках по 700 домов на одного человека. Задача – составить и упорядочить списки жилых зданий и строений, аншлагов и адресных указателей. Иными словами, обеспечение на домах, наличие табличек с наименованием улицы и номера дома. Конечно, службами ЖКХ уже сделано немало, но, как показывает выборочная проверка, недостатки все-таки еще имеются. Но не все дома у нас принадлежат службам ЖКХ. Поэтому убедительная просьба к владельцам частных домохозяйств и собственникам ведомственных жилья – обозначьте все-таки свои дома. В переписной кампании 2019 года в Брестской области будет задействовано порядка 2500 человек. Как и в прошлые годы, каждый переписчик будет иметь удостоверение и сумку с логотипом из новшеств, планшет со специальной программой, чтобы полученные данные сразу передать на сервер Белстата. Кстати, впервые жителям Беларуси предложат сразу три способа переписи – самостоятельно через интернет, на стационарном участке и на дому. Перепись населения нужна для получения актуальных данных о населении, для разработки социальных программ, прогнозов, для текущего расчета численности, а также для научных исследований необходима перепись. А простыми словами, перепись населения нам еще покажет, как же изменилось у нас само население, его численность, состав, структура за вот этих прошедших 10 лет. Вместе с тем, перепись населения – дело сугубо добровольное. И только от сознательности граждан зависят точность цифр и правильность подачи данных. Ирина Шева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают люди, отвечающие за прочность и красоту наших домов – строители. К важной дате телеканал БУК-ТВ по традиции подготовил цикл сюжетов о людях, лучших представителях профессии и компаниях-лидерах, которыми можно и нужно гордиться. Сегодня речь пойдет о коммунальном унитарном предприятии Брежилстроя. Около полувека его специалисты обеспечивают полный цикл строительства от проектирования до сдачи готовых объектов под ключ. И сегодня в Бресте, да и не только, сложно найти микрорайон, где нет домов, построенных Брежилстроем. Подробности далее. Этот район сами брещане назвали «Лагуна». Сегодня здесь есть все для комфортной, удобной и красивой жизни. Дома, дорожная инфраструктура, детские площадки, магазины и даже рынок. Строятся социальные объекты. Про вид из окна и говорить не стоит. В непосредственной близости грибной канал, а вокруг сплошные зеленые массивы. Сложно поверить, но всего несколько лет назад большая стройка здесь только начиналась. Большегрузы свозили необходимые строительные материалы, прокладывались коммуникации. Не успели горожане оглянуться, как на месте пустыря вырос красавец микрорайон. Его возведение – результат труда специалистов предприятия «Брестжилстрой». Здесь мы работаем практически три года. На данный момент этот микрорайон практически введен в эксплуатацию. У нас осталось здесь четыре объекта, которые еще не введены. Это монтируется 16-этажный дом рядом с рынком «Лагуна» и три объекта, на которых сейчас производится работа. Остальные объекты уже введены в эксплуатацию. Во многих новостройках уже обосновались жители. Кто-то только получает ключи от квартир. Большинство последних, к слову, сдается в эксплуатацию, что называется, в максимальной комплектации. Новоселам остается только завести мебель и жить. Это панельные дома 90-й модернизированной серии, которые обладают повышенными коэффициентами теплоизоляции, что обеспечивает нормальную эксплуатацию, минимальное потребление энергоресурсов в осенне-зимний период. В зависимости от договорных отношений, непосредственно с заказчиком, с каждым человеком, индивидуально подходим к каждому человеку, чтобы пойти навстречу и максимально обеспечить его удовлетворенность в нашем жилье. Чтобы обеспечить эту самую удовлетворенность, Брежилстрой некоторое время назад пошел на важную меру. Были открыты цехи по производству окон и дверей ПВХ, а также металлических входных дверей и помещения колировки краски. Сделано это было в первую очередь для возможности контроля качества. Закон «хочешь сделать хорошо – сделай сам» никто не отменял. На всех производственных площадках работают профессионалы своего дела. Им в помощь передовое оборудование. В первую очередь для того, чтобы добиться качества. Было очень много вопросов, связанных с качеством поставляемой продукции, разными поставщиками, с ценой. На сегодняшний день нам намного проще и лучше работать с тем, что производим мы сами. Мы отслеживаем качество продукции, проходим всякого рода сертификацию всей продукции и потом поставляем это все на строительские дома. И модернизация производственных площадей будет продолжена. Здесь уверены, чтобы быть лучшими, а именно такую позицию сегодня занимает Брежилстрой, необходимо постоянно развиваться, искать новые методы работы, повышать уровень. Это помогает продуктивно работать и выполнять заказы не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Самая главная задача – это жилье, конечно. Выполнять программу жилья для нас очень почетно, потому что даже заканчивая первое полугодие, нам была поставлена задача обязательно выполнить работы по строительным объектам, для того, чтобы дополнительно получилось два объекта. С этой задачей мы справились. Область достойно выполнила задания, доведенные правительством республики, поэтому, наверное, вот это жилье – это основное. Мы активно работаем, заканчиваем работы на Пригольской тесте в Калининградской области и готовимся. Договор должен быть в ближайшее время подписан по строительству жилья в Калининградской области. Это идет такой подготовительный период, ну и окончание одного объекта, переход на другой объект. Поэтому там работы идут успешно. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем активно опять работать в нашем направлении, выполнении задания по экспорту услуг. В центре любого успеха стоит человек. Руководство Брежилстроя уверено, именно коллектив – слаженный, высокопрофессиональный залог состоявшихся и будущих успехов. А значит, победы и достижения, новые объекты, сложные и уникальные, но подвластные профессионалам еще впереди. Я от души поздравляю всех работников Брежилстроя с замечательным нашим профессиональным праздником, Днем строителя. Успехов, здоровья, счастья, удачи, благополучия всем семьям. Ну и хочется от нашего коллектива поздравить все строительные организации Брежской области, Республики Беларусь, нам родственные, за хорошее наше отношение, за хорошее направление в работе. Поэтому всем успехов. Анастасия Стропко, Эдуард Покунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. Какое количество новых объектов появилось в регионе и в самом Бресте за последние несколько лет? Сказать однозначно довольно сложно, однако ясно одно. Этим мы обязаны доблестным мастерам-строителям – штукатурам, плиточникам, отделочникам, бетонщикам. Пока горожане только воображают себе очертания будущих объектов, они работают над воплощением интересных проектов. Долгое время тема строительства нового здания Брестского автобокзала активно обсуждалась в городе. Никто не мог поверить, что знакомая всем улица Орджоникидзе, где, согласно плану, должен был разместиться новый транспортный узел, может трансформироваться в многофункциональный современный комплекс. Специалисты Полесье жилстроя поверили в свои силы и уже показывают городу первые результаты. Подготовка Бреста к тысячелетию во многом определила развитие города на ближайшие несколько лет. В этот важный процесс включилось большое количество предприятий, организаций, служб, однако особенный вклад в модернизацию областного центра вносят строители. На их плечи легли крупнейшие знаковые стройки города, в числе которых новое здание автовокзала. Возведение такого большого транспортного узла сопряжено с большим количеством дополнительных работ – переносом коммуникации и развития автомобильных дорог. Непростой проект, предложенный архитекторами, на первый взгляд казался чем-то нереальным, однако специалисты Полесье жилстроя уверенно сказали – мы сможем, и они смогли. Само здание монолитно-каркасное, фасад облицован керамогранитными плитами по определенному дизайн-проекту, ну и, по крайней мере, с Карла Марса вид будет создаваться в основном, в стеклянном виде, прозрачном стекле. Это самое даже главное, что стекло у нас специально отбеленное, чтобы просматривалось насквозь автовокзал и не закрывал купол самого ЖД вокзала. Своеобразный шарм-проект ударит его оформление. Фасад состоит из витражных конструкций и стекла, что в свою очередь открывает перспективу на железнодорожный вокзал. Сегодня в Большом зале специалисты полесья жилстроя заняты внутренней отделкой. Параллельно обустраиваются помещения для сотрудников вокзала и водителей. Кроме того, активно идут внешние работы – монтаж навеса, в будущем также застекленного, а также укладка плитки. К слову, учтены будут интересы слабовидящих. Для них выкладываются элементы специальной тротуарной плитки, помогающей ориентироваться в направлении движения. На сегодняшний день каркас здания полностью выполнен с кровлей, с облицовкой фасада. Ведутся, уже можно сказать, по августу месяцу закончатся отделочные работы внутренние. То есть у нас намечается к концу года, даже может быть в ноябре, завершить все строительные работы по автовокзалу. Не менее сложную задачу для города решают специалисты по лесу жилстроя, проводя масштабную реконструкцию улицы Орджоникидзе. Она изменится до неузнаваемости. В проекте нового автовокзала учтены все те нюансы, которые делают неудобным эксплуатацию старого. Здесь будет грамотно организован подъезд и выезд автобусов, разведены транспортные потоки, удобно размещены места для ожидающих пассажиров. Самый принципиальный момент будет то, что у нас улица Орджоникидзе от Героевообороны будет одной идти линией до Комсомольской. Заезд на мост, на мобильный путепровод, на АЖД вокзал будет по круговому движению только с улицы Орджоникидзе. Это коренное будет изменение заезда на мост. Ну и то, что с учетом того, что нужны будут достаточно много остановочных мест для автовокзала, поэтому будут две площадки для легковых автомобилей и троллейбусное движение будет изменено с заездом до автовокзала. Брещане активно наблюдают за тем, как возводится новое здание автовокзала и реконструируется улица Орджоникидзе. Они благодарны строителям Полесья Жилстроя за такой нужный для города объект. Очень нравится и, конечно, город нуждался, потому что уже автовокзал наш и жил как бы с себя. А место очень хорошее и уютное и удобное для всех людей, потому что рядом ЖД вокзал и рядом автовокзал. Бывает, многие приезжают на поезде и надо куда-то добираться дальше на автобусе. Не надо долго переезжать, не надо перешел и сразу сел и как бы все уютно, все прекрасно и едь себе дальше. У меня нравится там, что строят вокзал этот. Новый автовокзал находится близко к железнодорожному вокзалу. По практике я смотрю, что почти во всех городах такое расположение выгодно, чтобы можно было перемещаться. Плюс масштаб у него будет побольше, пропускная способность, насколько я знаю, будет побольше, ну и более современный вид. Профессионализм, надежность, качество – это три составляющие успеха предприятия «Полесье Жилстрой», которые позволили организации обойти коллег в конкурсе на получение возможности заниматься проектом. Сегодня с возложенной ответственной миссией они справляются на отлично. Говорят, что театр начинается с вешалки. Город, несомненно, начинается со знакомства с вокзалом. И пусть оно обязательно перерастает в любовь. С первого взгляда и навсегда. Поздравляем настоящих мастеров своего дела с Днем Строителя. Именно вашими руками создается то, что необходимо для полноценной жизни каждому человеку. Так позвольте же пожелать вам здоровья, успеха в работе, материального благополучия и личного счастья. Пусть ваш труд всегда будет востребованный, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие. Пусть в жизни будет все ровно, гладко и непыльно. Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко. С праздником! Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Дети были и остаются самой уязвимой частью населения. В Беларуси почти каждые три дня погибает ребенок. Они выливают на себя кипяток, выпивают из красивых бутылочек ядовитые вещества. Их засыпает песком в карьерах, они тонут в водоемах и выпадают из окон. Цифра статистики неумолимый. Счет в Беларуси идет уже на сотни. За каждой новой единицей – жизнь маленького человека, боль и горе его родных. В Брестской области на начало августа зарегистрировано 53 случая травмирования несовершеннолетних. Из них 28 случаев с летальным исходом. Что это – фатальная беспечность взрослых или отсутствие страха у детей? Продолжит тему Ирина Ольшова. За каждой сухой цифрой статистики травмированных – детская жизнь и здоровье. Сегодня, по информации областного следственного комитета, в производстве находится 30 материалов проверок случаев от травмирования несовершеннолетних и 14 – у гибели. Основной причиной травмирования или гибели детей на территории области явилось оставление детей одних без присмотра родителей, хотя бы на непродолжительное время. Если рассматривать непосредственно факты гибели детей, то из 28 фактов 7 случаев смерти несовершеннолетних наступило в результате дорожно-транспортных происшествий. Два ребенка погибли в результате падения с высоты. Также два ребенка умерли в результате отравлений. И 16 фактов по иным причинам. Особое беспокойство у нас вызывают факты совершения суицидами несовершеннолетних. У нас сегодня 9 таких трагических случаев произошло. По каждому мы провели проверку. Смотрим, какая же была ситуация в семье. Кто же у нас не смог увидеть вовремя, что ребенок не хочет больше жить. Поэтому сейчас мы принимаем меры, смотрим, достаточно ли всеми органами были приняты меры. Каждый факт анализируется. Смотрим, что у нас дети в городе Бресте совершали суициды, прыгая с крыш. Проанализировали и жилищно-коммунальным службам внесли акт реагирования, чтобы все было незамедлительно закрыто. Если причины суицидов в психологическом состоянии семьи, то дорожно-транспортные происшествия – результат человеческой беспечности. Не пристегнутые ремнями безопасности и не находящиеся в автомобильных креслах маленькие пассажиры становятся жертвами аварии. Юные велосипедисты, не имея навыков и знаний правила дорожного движения, ездят по проезжей части или неправильно пересекают пешеходные переходы. Только за 7 месяцев текущего года 46 детей стали жертвами халатности родителей и собственной беззаботности. 7 из них погибли. Чтобы детям было удобно, мы много путешествуем, чтобы они могли спокойно сидеть, спать и длинные дороги переносить хорошо. Ну и чтобы ремни были хорошие, боковые штучки были. Сразу же мы купили как переноску, то есть с нуля до 12, а сейчас там повыше идет разная весовая категория детей до 6 лет. Свыше там уже пойдет по росту бустер, оно разбирается, это кресло. Конечно, нужно покупать, и на этом не стоит экономить. Это как бы продолжение нашего рода, наша дальнейшая жизнь. И мы за ее в ответе, как бы вот это мое мнение, не надо на этом экономить. Падение из окон – настоящий бич белорусских детей. Следственный комитет добился введения строительной нормы, предусматривающей обязательную установку ограничителей на окна. А специалисты не устают напоминать, что москитная сетка не защитит малыша от падения. По счастливой случайности все дети, которые у нас вообще выпадали, а такие факты у нас есть, у нас были только травмированы. Поэтому для всех родителей это предупреждение. Сегодня москитная сетка не является защитным механизмом, и ребенок спокойно толкает ее и выпадает из окна. Поэтому, как и запирающее устройство, и особое внимание. Смотрим, ребенок, смерть каждого ребенка для нас – трагедия. Еще одна угроза для жизни детей исходит от водоемов. Отсутствие контроля за малышами со стороны родителей ежегодно добавляет десятки случаев гибели от утопления. Легкомыслие и беспечность взрослых – главная причина. Сегодня жарко, все дети у нас и взрослые на пляжах, мы все хотим купаться. И поэтому внимание родителей в первую очередь должно быть за детьми. Сегодня для нас всех на слуху случай, который произошел на грибном канале, когда вместе с родителями отдыхал маленький ребенок, родители отвлеклись, и произошла трагедия. Сегодня мы проверяем, прокуратура проверяет все места отдыха, которые особое внимание уделяется. Мы проводили проверки в мае, постоянно держим на контроле. Зачастую родители могут предотвратить несчастье, создав для своих детей безопасную среду и на собственном примере показывая элементарные нормы безопасного поведения. Не переходи улицу на красный свет, не заплывай за буйки, пристегивайся в машине, держись за поручень. Также для обеспечения безопасности своих детей необходимо быть ближе к ним, прислушиваться к ним, а также постоянно подавать им правильный пример безопасного поведения. Я бы хотела всем родителям обратиться к ним, чтобы они научили своих детей безопасному поведению, чтобы они научили каждый своего ребенка, например, плавать, чтобы их ребенок, ну, все сделать, все сделать такое, чтобы их ребенок в любой ситуации какой-то опасной смог принять адекватные действия. Всегда, чтобы вы знали, где ваш ребенок, с кем ваш ребенок, если это маленький ребенок, ну, как врачи говорят, на расстоянии вытянутой руки. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ. Согласитесь, вопросы защиты здоровья и безопасности детей в летний период заслуживают чуть большего внимания, нежели в другое время года. Летняя пора приносит не только радостные и яркие моменты, но и печальные события и известия. Коварные водоемы, обжигающие лучи солнца, неизвестные насекомые, притягивающие лес, элементарно не вымытые перед едой руки. Конечно, это не полный список опасностей, которые подстерегают детей и их родителей летом. Они и вносят свои коррективы в счастливый отдых. Свои коррективы в беззаботную жизнь маленьких брещан внесло то, что сейчас находится в руках врача. Булавки, игрушки, монеты, магниты, женские заколки, серьги, кольца, батарейки. Все эти детали самые маленькие жители Брестской области сегодня пробуют не на ощупь, на вкус. И, кстати, это далеко не весь перечень того, что попадает в детский пищевод, желудок и кишечник. Традиционно самым опасным в плане проглатывания инородных предметов считается батарейка-таблетка. Плоские батарейки, которые используются очень часто в детских игрушках, они несут огромный риск жизни ребенка, потому что, когда батарейка прилипает в пищеводе, происходит электрохимическое поражение слизистой пищевода. И если родители поздно замечают эту угрозу для жизни, может быть инвалидизация ребенка. И несколько лет назад ребенок даже погиб от этой проблемы, именно потому что батарейка фактически прожгла пищевод и трахею. Только за 7 месяцев этого года хирурги детской областной больницы оказали помощь 80 детям, проглотившим инородные предметы. Все жизни были спасены, инвалидности избежать также удалось. Брестские медики, спасающие здоровье и жизнь детей, бьют тревогу из года в год, но кажется тщетно. А с появлением монет детей, попавших в печальную статистику, стало значительно больше. Поступление детей с подобными проблемами в августе 2016-го количество обращений с инородными телами увеличилось в 4-5 раз. Потом была такая небольшая стабилизация. В последний год мы видим, что ситуация более-менее стабильная. К нам поступает обычно 2-3 ребенка в неделю, но это ненормально. Если мы убеждаемся в том, что инородное тело действительно есть, и его необходимо доставать, к ребенку приглашается врач-анестезиолог для осмотра, беседы с родителем. И так как это достаточно болезненная процедура, все эти излечения дронных тел мы проводим под общей анестезией. Удар по животу, правда, уже в другом смысле, могут получить маленькие жители не только из-за невнимательности родителей, но и нарушения санитарно-гигиенических норм. Сегодня регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Ежедневно врачи-инфекционисты принимают порядка 5-7 детей, подхвативших вирус. Коварным сальмонеллезом за июль в городской детской поликлинике номер 2 заболели 15 детей. Встречается довольно часто сальмонеллез у маленьких детей, то есть дети до года, которые, скажем так, мясо он не ест, яйца он не ест, откуда, кажется, у ребенка сальмонеллез. Ну и, в общем-то, один из факторов передачи – это вот эти мамины грязные руки. Угрозы для здоровья и жизни подкарауливают детей дома, на детской площадке, в общественных местах. Нестабильная эпидемиологическая ситуация и в медицинских учреждениях. Вспышка корей зарегистрирована в Бресте. Заболевшая девочка сегодня изолирована от общества и проходит лечение. Единственное средство профилактики коревой инфекции – это иммунизация. Развитие самой инфекции и возникновение вспышек находится в прямой зависимости от количества людей, восприимчивых к этой инфекции. Поэтому необходимо создавать иммунную прослойку среди населения. Вакцинация проводится детям в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет. Здоровье ребенка во многом зависит от поведения родителей. Берегите жизнь детей и не только летом. Учебные заведения города готовятся к встрече с юными брещанами. В городе активно работают комиссии по приемке учреждений образования. В центре внимания – организация условий для обучения, отдыха, приема пищи, а также пожарная безопасность. Наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая на протяжении недели посещала учреждения областного центра и узнала, насколько готовы они к новому учебному году. Все подробности далее. Летняя пора для учреждений образования города была насыщенной. В каждой школе, в каждом детском саду, администрации и педагогический коллектив старались сделать все для того, чтобы их воспитанники вернулись осенью в уютные классы и просторные залы. К слову, последним. Гимназия номер 5 выходит на финишную прямую по реконструкции спортивного зала. Это стало возможно благодаря помощи родителей и поддержке городских властей. Выполнены работы по благоустройству и озеленению территории. Все учебные кабинеты подготовлены к началу учебного занятия. Особенностью этого учебного года является то, что в гимназии организовано обучение китайского языка с третьего класса. Но самым большим подарком для учащихся гимназии и коллектива является отремонтированный спортивный зал. А вот в учебном заведении по соседству средней школе номер 33 строители монтируют новый пищеблок. Учебное заведение в этом объекте нуждалось особенно. Оборудование уже полностью закуплено. Сегодня активно идет внутренняя отделка. К первому сентября работы будут завершены. Кардинально поменяется внешний вид пищеблока. В принципе, реконструкция уже входит в свой заключительный этап. То есть проводятся уже отделочные работы. И буквально на днях начнется подключение, наладка оборудования. Что же касается внутреннего оформления школ и организации учебного процесса, то эти две составляющие успешно смогли совместить администрации педагоги средней школы номер 7. Здесь активно внедряется система умного обучения. В новом учебном году в холле одного из этажей разместится не совсем обычное изображение знаменитого ученого Альберта Эйнштейна. Наведя телефон на его отдельные элементы, содержащий QR-код, можно выйти на сайт школы, либо получить дополнительную информацию по различным аспектам физики. И не только. Мы решили, ну что, просто стена и эстетическое наслаждение должен человек получать. Должно быть комфортно. А еще лучше, когда тебя цепляет, и ты задумываешься о чем-то. Поэтому мы такой открытый лист с известными изречениями. Например, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Или уча учимся. Это как бы для учителя. Когда арны молчат, болтают попугаи. То есть разные фразы, для того, чтобы подумали. Творческий подход и креативное начало должно быть во всем, что окружает ребенка, уверен руководство и педагогический коллектив детского сада номер 81. В этом году они продолжили оформление территории возле своего учебного заведения. Необычные клумбы и арт-объекты созданы в своем большинстве силами родителей и сотрудников сада. Что же касается серьезных отделочных работ, важно отметить реконструкцию фасада и крыльца. В этом году мы проделали большой объем работы, ремонтных работ. Мы проделали все это за летний период. Вот в июле в основном, с 1 августа уже детский сад открылся. Пришли наши ребята в новый благоустроенный детский сад. Мы хотим добавить цвета, яркости, чтобы было красиво, чтобы было приятно и для наших детей, и для наших родителей. Приемка комиссиями учебных заведений будет продолжена. 1 сентября все школьные и дошкольные учреждения областного центра откроют свои двери для любознательных и творческих ребят города Бреста. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 12 августа погодные условия в нашей стране будет определять атмосферный фронт, за которым начнет поступать неустойчивая, умеренно теплая воздушная масса с Балтийского моря. Брест и Брещан в воскресный день ожидает солнечная погода без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью 15-17 со знаком плюс. До 23 прогреется воздух в течение дня. 13 августа погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. В Бресте ожидается переменная облачности без осадков. Ветер южный в ночные часы сменится на юго-западный умеренный днем. 13-15 градусов температурный фон ночи днем плюс 25-27. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова